Ставим на Арнольда. Он пока на третьем месте. Давай, дружище, давай, у тебя 47%. Ооо, выбивается на первое место. Давай, 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 тащи, тащи. Мы на тебя два жетона поставили. Завалить он промахивается двойной в колено. 600! Жесть, отлично, отлично. Ещё урон наносим. Да, я думаю, мы приезжего 12 уровня должны, ребята, слить. Джек, Джек, ты вырос. Вообще шикарно, Джеки. Рыжая немецкая общарка пятого уровня. Обалдеть, посмотрите, какой он красивый, ребята. Всем привет, друзья, уважаемые зрители. Я рад вас приветствовать. С вами Родригес. Мы продолжаем играть в Метро 2033. У нас очень много всего, ребят, сегодня будет интересного. Если вам игрушка, ребят, нравится, обязательно ставьте, друзья, лайк. Пишите в комментариях какие-то полезные советы по Метро 2033. Обязательно, ребят, почитаем. Ну что же, давайте мы начнём, наверное, с того, что мы сейчас забежим к нашему персонажу и посмотрим на нашего Джека. А Джек уже, тем не менее, посмотрите, четвёртого уровня. У него 240 здоровья. И урон от 5 до 9 он наносит своими челюстями урон. Вот такой вот он прямо зубастый у нас, прям собачушка такая. Это у нас рыжая немецкая овчарка. И мне кажется, что она на пятом уровне вырастет и превратится уже в такого прям подростка-щенка. И надеюсь, это будет мой уже прямо верный и такой вот надёжный друг-то и товарищ. Что же, я прямо его кормлю. Спасибо вам, ребята, за корм. Огромное спасибо. Ну, мне написали в комментариях, что он с пятого уровня качнётся. Посмотрим, ребят, увидим. Так, ну и, соответственно, у нас характеристики. Ну, у нас новая одежда. В прошлой серии мы купили кожаную курточку себе, кожаные брюки. Пододелись. Кожаные коричневые перчаточки, полуперчатки. Ну, я думаю, нам нужно заменить. И у нас, кстати, появился обрез. Мы в прошлой серии из него стреляли. Очень было круто. Что ж, дорогие друзья, давайте начнём, наверное, с подарков. Мы сегодня отправимся на поверхность. И а также побродим по различным другим станциям. Погнали. Давайте подарочки посмотрим. Подарки от Егора. Корм Дмитрий Осия. Спасибо. Ух ты. Всадник и аккордеон. Спасибо огромное, друзья, за такие подарки. У нас собрана коллекция. Мы сейчас её откроем. Получим, наверное, либо пульки, либо опыт. Спасибо огромное, Никита. Андрей. Корм Михаил. Спасибо. Гитара. Прекрасно. Эмиль. Максим. Антонио. Дарят еду. Миша Дмитрий Демос. Ух ты. Ещё одна коллекция собрана. Это просто, ребят, потрясающе. Демос. Спасибо. Егор. Никита. Ещё одна. Набор солдатиков собран. Да ладно. Ох, сейчас мы, ребят, качнёмся. Так. И Максим. У нас, кстати, ребят, между прочим, девятый уже уровень. И мы близимся к десятому. Константин. Кирилл. Александр. Обалдеть, ребят. Огромное спасибо вам, ребят, за подарки. Михаил. Владислав. Дмитрий. Арсений. Константин. Ух ты, сколько еды, ребят. Спасибо за ценные подарочки. Руслан присылает нам очень много говядины, каши, гречневой еды. Корм для собаки. Егор. Простёк свою перчатка. Серпа молот. Демит. Сергей. Корм. Ваня. Корм. Коля. Никита. Огромное, ребят, спасибо. Симах, Саша, Глеб, так, Иван, привет, так, Глеб, Александр, Андрей, Михаил, Эмиль. Ребят, огромное количество подарков просто приходит. Алексей, Андрей, Егор. Вообще жесть. Столько ценнейших подарочков. Тимофей, Рич, Ричард, Ричард, Александр, Илья, Антонио, Лиза, Петя. Ребят, очень вам сильно признателен. Роман, Егор, Миша, Николай, Даниил, Демос. И мы уже завершаем. Да, Егор, Александр и Вова. Так, Влад, Ваня, Коля. Огромное количество еды у нас. Наш питомец будет вообще, ребят, очень вам сильно благодарен, Джек. Прям вообще. Ваня, Влад, Максим и Кирилл, Арсений, Илья. Все, да? А, нет, еще у нас еще. Илюха, Михаил, Александр. Александр, Олег, Михаил и Иван дарят нам еще подарки. Демид, Руслан, Леонид. Так, что ж, все, мы заканчиваем, ребят. Спасибо вам всем огромное за подарочки. Давайте сейчас сюда забежим. И так, где же-то у нас смотрели мы коллекции? А, вот здесь. У нас какие-то будут собранные коллекции благодаря вам, друзья. Спасибо вам огромное. Давайте посмотрим, что у нас собралось, какие коллекции. И мы сегодня это обязательно... Вот, глянем. Нифига себе. Ох ты! Даже две коллекции. Музыкальные инструменты, ребята. Дважды собрана коллекция. Мы получаем по полторы тысячи. Раз полторы тысячи. И полторы тысячи два. Вау, ребята, спасибо огромное. Ох ты! Тобор солдатиков 750. XP. Я называю это ХП. Ну, писали XP. Ну, короче, опыта. Получаем 150 опыта. Спасибо. Спасибо, друзья. Так. Ох, еще одна собранная коллекция. Спортивная коллекция. Две тысячи пулек. Ну, уже можно теперь немножко жить и уже как-то развиваться более спокойно. Можем сейчас какое-нибудь шматье, ребят, купить в магазине. Кстати, нам не хватает... Давайте что-нибудь еще сейчас соберем, что нам... Я вот сейчас пока вот эти меточки убираю. И поставим какие-нибудь коллекции интересные. Может быть, мы еще соберем что-нибудь интересное. Так. Внизу у нас что-нибудь есть. Кстати, мне выпало... Не на съемочный день. Выпало... Вот, давайте вот эту коллекцию дособираем. Выпало нам награда. Кстати, вот еще вот можно солдатик одного. Как аптечка, ребят. Аптечка выпала. Это вообще очень-очень редкая штука. Ну, для меня, по крайней мере. А давайте посуду соберем. Посуду набор это тысяча XP. Тысяча опыта. Кстати, вот еще можно монетки, конечно. Ну, пока на этом остановимся. Так. А, прекрасно. У нас 10 тысяч монет. Это просто великолепно. Друзья, давайте зайдем в магазин и посмотрим. Может, что-нибудь нам удастся сегодня приобрести. И у нас среднее оружие. Это у нас ППШ-41. Может, какие-то шмотки интересные. О, бежевые полуперчатки. Штурм. Невероятно. Давайте их возьмем. Они намного круче, чем у нас и есть. Давайте берем. Так, это у нас что? Ох ты, там еще серые полуперчатки. Штурм. Это еще круче. Мне кажется, новые ботинки можно приобрести. Ботинки горные. Вау. Берем. Ботинки горные. Это вообще великолепные. Так. Что бы еще нам без жетонов можно взять? Потому что вот брюки горные светлые. Смотрите, друзья. Это тоже лучше у нас получается. Меняется вообще инвентарь. А также здесь новый бронежилет. Защита 160. Карта Павелецкого вокзала. Ребят, напишите. Нам стоит ли их собирать или... У нас уже одна, по-моему, есть, ребят. Напишите в комментариях, как вы считаете. Так. Ну и, естественно, офицерский ремень можно тоже смело брать. Он тоже круче. Так. Главное мне не забыть, что мы тут взяли. А курточка у нас, кстати, новая тоже получается. Еще можно куртку горную светлую. Мы вообще можем переодеться полностью. Давайте, ребят, прям затаримся. Одежда. Может, нам какой-то беретик упадет. А черный беретик было бы неплохо. Было бы неплохо. Так. Заходим сюда. Где наш инвентарь? Так. Переодеваем нашего персонажа, нашего бойца. Одеваем вот такие вот характеристики. Посмотрите, ребят, резко возрастают. Так. Брюки горные светлые. Давай мы оденем вот так. Нормалек. Куртка горная светлая. Одеваем. Вот. Вот. Так, что еще у нас было круче? Что еще? А, вот еще перчаточки. Давай перчаточки сменим. Вот так вот. 5000 здоровья у нас стало. 495 защита. Круто. Просто. А вот аптечка, ребят. Кстати, нам выпала аптечка. Нужно сейчас забежать, наверное. Так, я все поменял? Ремень. Ремень. А, ремень я чуть не забыл. Офицерский ремень еще. 530 брони. Вообще шикарно. Можно, конечно, взять ППШ, но я... Но у нас не хватает, ребят, жетонов. У нас всего 19 жетонов. Жетонов немного. Давайте забежим сюда. Что у нас здесь есть? Так, работу, кстати, я не выполнял. Надо было. У нас половина осталась опыта. Мы можем как-то это все победить на арене. 7 случайных соперников. Так, ладно. Фух. Ну что, дорогие друзья. Давайте попробуем свои силы. Может быть, сейчас еще подкинем. Победим. Выйдем сейчас на улицу. И попробуем завалить опасного, опасного соперника. Так. Владение средним оружием. Я предлагаю прокачать до 50. Давайте качнем. До 50. У нас пусть будет урон 50. У нас будет... Ну, соответственно, можно немножко выносить до 100. Меткости уже добрать. Так. Ну и меткости я бы прибавил. Сколько у нас есть? Какая возможность у нас есть накинуть? Давайте до 90 догоним меткости. Чтобы у нас он был вообще меткий. Так. Прекрасно. Ты получаешь плюс один ко всем характеристикам. Увеличить меткость до сотни нужно. Чтобы нам еще проапгрейдиться. Ну и ярость, естественно, тоже можно немножко качнуть. Давайте качнем немножко ярости. Так. Вот у нас шанс двойного урона 24%. Это, кстати, хороший шанс. Может быть, до 25 догоним. О, 25. Прекрасно. Ну вот уже, мне кажется, у нас какие-то есть небольшие, ребята, шансы победить. Твоя палатка брезентовая. Следующая у нас 2500 на камуфляж. Но пока, ребята, у нас немного денег. Мы там пока, наверное, не затащим. Ну что ж, давайте пойдем валить седьмого приезжего. Или восьмого приезжего. Это будет сейчас битва очень эпичная. Погнали. А он очень сильный. Двенадцатый уровень. У нас девятый, ребята. Возможно, мы проиграем. Я думаю... Я не знаю, как мы... Ну, по крайней мере, попытаемся, ребята. Попытаемся. Поехали. Так, давайте Джека вперед. Смотрите, по здоровью у нас, в принципе... У нас, кстати, вот здесь аптечка появилась. Посмотрите, аптечка. Так, промах. Он наносит урон нам. А Джек тоже промахивается. Но, к сожалению, пропускает. Но, по крайней мере, он отвлекается на Джека. Смотрите, Джек его царапает. Там восемь. Здоровья. Ух ты! Он сейчас погибнет. Так. Давай, 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 давай. Вали его. Вали, Джек. О, нет. По-моему, сейчас... О, промахивается под Джеку. Джек еще жив. Отлично. 474 урона. В принципе, неплохо. У нас есть, ребята. Мне кажется, небольшие шансы. И Джека у нас... Джек у нас сливается. Но, по крайней мере, он нам здорово помог в самом начале. Это большое спасибо, конечно же, ему. Так. 86. Двойной урон. 291. Нифига себе. Еще один. Прямо в пах. В пах стреляем. Мне кажется, мы приезжего сейчас грохнем. 365 двойной. Супер. 4,5 тысячи у него остается. 192. Опять снимаем у него. У нас есть, ребята, шансы. Шансы его завалить. Он промахивается. Двойной в колено. 600. Жесть. Отлично. Отлично. Еще урон наносим. Да, я думаю, мы приезжего 12 уровня должны, ребята, слить. И это просто невероятно. Мы на 9 уровне сливаем 12. Вы понимаете? У нас прямо довольно хорошее... Видимо, хорошо, что я сейчас пододелся. У нас новая одежка. Мы прокачали его довольно сильно. И у нас есть, ребята, шансы. Но пока не буду ничего говорить. Но, по крайней мере, мы сейчас лидируем. Мы лидируем приезжий 12-го левела. Сливается потихонечку. Да, да, да. Есть, ребята, шансы. Грудак попадаем. Давай ему хэдшот в голову. Ну же. Да не в пузо ему, в колено. В колено. Бедро стреляем. Бедро. Так, 456 тоже отнимает. Он неплохо. 338. Ох ты. Есть плечо. Попадаем. 255 сразу же. У него тоже жесткий... Жесткий дамаг. Посмотрите. Но он промахивается двойной в колено. И все. Да, сливаемся. 120 опыта и 120 пулей к нам достается. Мы просто, просто затащили эту каточку. В прошлой серии была такая жестокая битва с приезжим, что, ребята, обязательно гляньте прошлую серию, потому что в прошлой серии мы валили этого товарища. Это было просто невероятно. Так, а сколько у нас остается выход на поверхность? Следующий будет у нас через час доступен только. 13-й уровень. У нас получается, нам еще нужно будет... Так, 8-го мы завалили. Это будет у нас 11-й и 12-й. А, ну получается, нет. 9-й и 10-й, да? 9-й и 10-й. Но на 13-й уровень, я думаю, мы пока его не затащим. Так. Я предлагаю, ребята, отправиться дальше, попутешествовать, посмотреть, что нас ожидает вот в тоннелях. Хух, ну что же, да, мы, ребята, сделали 12-го уровня. Это было круто, это было круто. Я думаю, имеет смысл сейчас. Может, сегодня мы Джека прокачаем? Хотелось бы, конечно, ребята, его прокачать. Давайте вот как раз на крысе мы его тоже немножко качнем. Джек, смотрите, выжил. Обалдеть. Он победил крысу 6-го левела. Он выстоял против нее. Все, красавчик. Вообще, наша собачушка просто вообще прям тащит, ребята. Мы прям его разовьем, и он у нас будет просто мега крутой песик. Ребят, отдельно за Джека лайкосик за поддержку. За поддержку. Так, войти в Новокузнецкую. Что там у нас в Новокузнецкой? Кстати, мы сегодня можем прописаться, между прочим. Здесь можно сделать прописку. У нас же есть такое задание, да, прописаться. Вот, пожалуйста. Репутация у нас 18, а требуется 15. Давайте пропишемся. Один жетон для этого нужен, а срок прописки не ограничен. У нас должны... Какое-то было, по-моему, задание такое у нас за прописку, да. А здесь нужно, чтобы победить на арене 7 случайных соперников. Нам дадут 3 корма. Угу. Так, а может у торговца что у нас есть интересное у нас? Ох ты, беретики есть, ребят. Берет горный, да. Берет берем. Берет это шикарная штука. Ну и, соответственно, карманный стальной фонарик, но он 3 жетона стоит. Мы не потянем, ребят. Такое не потянем просто. Жетонов крайне мало. Крайне мало. Так. Здесь у нас что-то есть такое ценное. Нет, ничего. Но отлично, хотя бы на этом спасибо за... За такой замечательный билетик. Давайте продадим, потому что, я думаю, наверное, имеет смысл все это дело слить. Так как он нас забивает. Это инвентарь. Уже не нужные вещи. Надеюсь, они нам уже не пригодятся. Так. Ну, пока это вот я оставлю. Может, там на всякий случай. Давайте сейчас оденем беретик. Оденем беретик. Посмотрим, как у нас он в беретике будет смотреться. Все-таки смотрите, насколько лучше. 90 защита. А вот у нас у шапочки 50. То есть, получается, чуть ли не в 2 раза лучше берет. Нас защищает. Вот так вот. Вот. Красавейчик, ребят. Вообще нормальный. Прямо под один стиль сегодня оделись. Просто великолепно. Просто великолепно. Так. Какая еще работа есть? Мы прописались на новой станции. И, соответственно, я, наверное... У нас здесь, кстати, палатка. Палаточка. Появилась. Теперь наша палатка будет здесь находиться. Не знаю, насколько это нужно. Ну, в общем, используем разные варианты. Давайте Третьяковская. Давайте туда прогуляемся. Может быть, нам повезет. И мы у Бекмейкера что-нибудь сегодня выиграем. А выход на поверхность. Здесь нужна новая карта. К сожалению, мы еще пока ее не нашли. Давай сделаем новую ставку на крысиных бегах. И я поставлю на самого-самого. Арнольд у нас. Дядя Гиви. Топтышка. Лаборант. Давайте сделаем. Мне вообще, ребят, не везет здесь. На крысиных бегах. Но, может быть, нам в этот раз повезет. Ставим на Арнольда. Он пока на третьем месте. Давай, дружище. Давай. У тебя 47%. Ооо. Выбивается на первое место. Давай. 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 Тащи. Тащи. Мы на тебя два жетона поставили. Арнольд. Арнольд. Нет. На второе место. Ну, первое. Второе. Первое. Второе. Давай. Арнольд. 20 жетонов. Обалдеть. То есть, получается, мы вложили два, выиграли четыре. Да? Получается. Ну, чистыми два жетона. Вообще красота, ребята. Бэкмейкер. Сегодня прям нам вот повезло. Вот реально. Очень сильно повезло. Ищешь цветных крыс. Запомни. Песчаная крыса вырится на станции Новокузнецкая. Белый. На театральный. Черный. На Тверской. Господи. Господи. Боже мой. Сколько тут разных всяких крыс. Так. А если мы туда куда-нибудь можем пройти? Где-нибудь нам вообще доступ еще открыт какой-нибудь? Нет? Здесь очень высокие уровни. И мы туда пока не можем пробраться. Тут 20... 20... Какой-то там... 23-20. Давайте на Новокузнецкую тогда возвращаемся. И с Новокузнецкой мы отправимся на театральную. На театральную. Сейчас как раз мы можем крыску какую-нибудь заточить. И наш джек еще прокачается. Еще мощнее. Так. Девятого приезжего мы, я думаю, завалим в следующей серии. Но если нам повезет. Если мы сможем развиться до этого уровня. Так. Джекеш. Давай вперед. Ну, это, конечно, крыса очень мощный. Десятого уровня. Поэтому джек у нас слился немножко. Сейчас зализывает свои раны. А также мы сегодня еще обыщем. Поможем с обустройством наших друзей. Возможно, нам пойдет какой-нибудь жетон. Когда мы будем помогать с обустройством палатки. Есть такая традиция в этой игрушке. Так. Приехали мы на станцию. Дежурный пост. Театральная. Заходим. У нас 30 репутаций. 30 репутаций. Это больше, чем достаточно. И у нас здесь новый торговец. Торгует у нас чем? Так. Обрез у нас есть. Это серые полуперчатки. Серые полуперчатки. Посмотрите. Они какие-то классные. Так. Это у нас есть. Но все тут в жетонах, естественно, оценивается. Ну, берет мы такой же тоже приобрели. Так. Ну, торговцы, ничего интересного. Мы тогда отправимся сейчас к начальнику станции. И вот проблема у рейха. Наша задача, чтобы перебраться на следующую станцию, мы должны поднять репутацию у рейха. То есть... А можно, кстати, прописаться и здесь. Чего мы паримся-то? Давайте здесь пропишемся. На самой крутой станции. Театральной. Давайте здесь пропишемся. Опять жетон один потеряем. Ну, наверное, на всех станциях прописываемся. Так. Ладно. Мы здесь прописались, я думаю, за жетончик. У нас теперь здесь есть работа. Мы можем здесь патрулировать за 400... 400 пулек. А можно на арену заглянуть, конечно. Давайте на арену кого-нибудь завалим. Так. Соперника. Ну, окей. Погнали. Я думаю, сейчас мы быстренько сольем соперника. А. Зачем я нажал сменить? Погоди-погоди. Если мы сейчас... А. Ну, да. Нормальный соперник. Вроде как он не отнимет у нас репутацию. Ну, соперник это мы быстро сейчас слили. Вообще без проблем. Без проблем вообще прям. Так. Джекеша надо качнуть. Сколько Джеку осталось для того, чтобы он... Осталось у него 5 всего побед, ребята. Ему осталось 5 побед. Но я думаю, сегодня у нас получится. Проблема у Рейха. Я же просто покажу на карте, что у нас следующая станция. Это Тверская. Но там требуется 20. 20 вот этих вот свастики нужно приобрести. Я не думаю, что здесь какое-то негативное идет отношение к Рейху и так далее. Красная. Просто это ситуация после ядерного взрыва. Соответственно, то есть здесь какой-то подоплеки. Я не думаю, что нужно будет вставлять. Так. А где у нас здесь репутация? У нас всего лишь 7. А нужно 20. Нам нужно 13 репутаций у Рейха. Ну что ж, погнали. Давайте. Итак, у нас бой со шпионом. В принципе, мы его сейчас быстренько вообще сольем без проблем. Так. А зарабатываем одну репутацию Рейха? Вообще прям как... Все очень просто. Следующий. Еще один шпион. Я думаю, мы с ним с легкостью тоже разберемся. Так. У нас падает набор ключей. Это круто. Это круто. Так. Давай мы глянем. Ох, ты еще проблема у Рейха. Ха-ха-ха. Ну что ж, давайте набирать. Наш Джек все-таки растет потихонечку. Итак. Еще один бой. Для Джека это плюс. Сливаем быстренько. Махом просто. Махом. Так. Сколько у нас осталось? А два. Две победы, ребята. И Джек у нас подрастет. Я вот просто жду не дождусь этого момента. Мне для меня очень, очень охота это увидеть. Как Джекиш наш подрастет. Джек прыгает вперед. Так. Нам попадает телефон. Прекрасно. Прекрасно. Ну и остается у нас, видимо, последний бой. Да. Проблема у Рейха. Думаю, мы сейчас должны, ребят, после этого боя прокачаться. Поглядим. И момент истины. Да. Так. Так, сливаем. О-о-о-о. Вы получаете. Плюс ленькостью характеристикам. Кинолог. Первый уровень. Следующий уровень. Вырастет питомца до уровня 10. Вау. Шикарно. Наш Джек вырос. Обалдеть. Пятый уровень. Твой питомец получил новый уровень. Джекиш, поздравляйте. Ребят, жирнейший лайк за Джека. Так, давайте посмотрим на него. Вообще потрясающий Джек. Джек, ты вырос. Вообще шикарно. Джекиш. Рыжая немецкая общарка пятого уровня. Обалдеть. Посмотрите, какой он красивый, ребята. Посмотрите, какой он классный. У него 360 здоровья. 7-10. Урона у него прямо больше стало. Вообще круто. Мы еще можем двоих питомцев завести. Ребят, напишите мне в комментариях. Действительно, можно еще с двух питомцев завести. Это же вообще потрясающе. Это просто великолепно, друзья. Это просто великолепная новость. Ну что ж, дорогие друзья. Думаю, на этом будем серию нашу завершать. Спасибо, что досмотрели до конца. Ребят, пишите в комментариях ваши интересные, полезные, ребят, комментарии. Я обязательно почитаю. По питомцам. По поводу того, как нам открыть новую карту. Вот новую вылазку на станции Третьяковская. Как там, где найти эту карту. Вот, ребят, мне будет интересно узнать. Ну и, соответственно, мы, ребят, будем просто на Тверскую стараться попасть. Потом на следующую станцию. Там, я так понимаю, следующий уровень уже идет. Нам для этого нужно будет качнуться. Качнуться неплохо. Я, конечно, делать на запись не буду. Так, где у нас наш параметр? Погоди, я что-то прям забыл. Так, где наш параметр? Вот здесь и вот другие. Вот, у нас 12 уже есть. Осталось всего лишь 8. Репутация у Рейха. И мы пойдем на следующую станцию. Я думаю, это можно сделать за один, за два. Ну и, собственно, как я буду готов, ребята, сделаем следующую серию. Обязательно ставьте, друзья, лайки, если вам нравится. Если вы хотите новой серии по Метро 2033 ВКонтакте, ваши подарки, ребят, для меня очень-очень приятные. Спасибо вам, ребят, за поддержку, за ваши подарки, за ваши полезные комменты. На самом деле, Родригес, вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Twitch-канал, группу ВКонтакте. Всем счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok